Привет, красотка! И это четвертый день марафона красоты, заключительный, к сожалению. И я снова без макияжа перед вами, уже, кстати, привычно, и знаете, это так удобно, я типа перед съемкой видео вообще не готовлюсь почти никак, кроме того, чтобы одежду надеть, волосы, хвостик сделать и все. Кстати, многие там паниковали, что ты же с наручными ресницами, ах, вот где твоя естественная красота. Да, красотки, я прекрасно понимаю ваше негодование, на самом деле я бы и не наращивала ресницы для этого марафона, но дело в том, что я готовлюсь к свадьбе, она совсем у меня скоро. Я просто-напросто репетирую наращивание, чтобы в сам день свадьбы я не красилась тушью, потому что все поплывет, потому что потом мы поедем в свадебное путешествие, о боже мой, чтобы там я вообще не думала о косметике. Поэтому сейчас я репетирую, чтобы за два дня до свадьбы сделать идеальное для себя наращивание. Тема сегодняшнего видео это женственность, ухоженность, как стать более женственной. Дело в том, что полгода назад, примерно когда я еще была на Шри-Ланке, я делала подобное видео, оно называлось «Как стать более женственной, более ухоженной». И красотки, вы не представляете, как вообще перевернули мою жизнь тогда, потому что именно с того ролика просто невероятное количество благодарностей, писем каких-то, мне даже вплоть до почты, в директе, в инстаграме, заявки в друзья вконтакте о том, что это видео было очень полезно и вы хотите еще больше видео на эту тему. У меня вообще тогда, если честно, мозг перевернулся, потому что я снимала, снимала такая про косметику, про макияжи разные, про лайфхаки, а тут оп-така я сняла видео про женственность и столько комментариев, столько обратной связи было, что именно вот такая тематика вам полезна. И, возможно, именно эта самая ваша отдача на меня повлияла, чтобы сделать марафон красоты, именно направленный на внутреннюю красоту. И в итоге я снимаю это видео. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, как девушке, женщине, девочке быть более женственной. В основном мы будем говорить именно, наверное, про какие-то внутренние моменты, но и сторону поведения, и сторону внешних факторов мы тоже разберем. Если вам кажется, что вы иногда немного мужеподобные, грубоватые, я в себе иногда такое замечаю, во мне вообще очень много мужских черт характера, я это замечала, чувствовала, но мне это не нравится, и я это в себе пытаюсь подавлять и быть более, конечно же, женственной. Так что у меня, на самом деле, есть чем поделиться, и давайте начнем. Конечно же, первым моментом я хочу задеть тему отношения тебя к самой себе. Я понимаю, что я об этом уже много говорила, в принципе, почти все мое первое видео марафона посвящено именно этой теме, но это и ключевой фактор в отношении с противоположным полом и в том, чтобы себя чувствовать именно женственной, именно такой, какая ты есть. У меня очень много кто спрашивает, как познакомиться с парнем, как понравиться парням. И я понимаю, что нет какого-то такого рецепта, что типа вот делай это, 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 и еще будь вот такой, и сделай вот это, и тогда все будут на тебя смотреть. Конечно же, самое важное это оставаться самой собой. Все это чувствуют, все люди чувствуют твою ненатуральность, неестественность, подражание кому-то, если ты это делаешь. Так что пойми свою уникальность в этом мире, пойми, что ты действительно такая одна, и не нужно пытаться подражать кому-то. Все вот эти конкурсы мисс вселенной, мисс красотка Урала, красотка, там, не знаю, России, мира, чего-нибудь еще, они все созданы для того, чтобы ты видела вот этих вот метр восемьдесят с длинными ногами, худые, красивые, все при них, все замечательно. И ты начинаешь в себе, конечно же, искать комплексы, как минимум потому, что ваши картинки друг от друга отличаются, ты думаешь, в смысле, а почему, значит, если она мисс красотка, мисс мира, там, не знаю, значит, я-то вообще нисколько не мисс даже дома этого. Это создано просто-напросто социумом, обществом, чтобы, опять же, нам потом продавать какие-то товары, которые будут делать нас якобы красивее. А мы этого не понимаем, и потом скупаемся различные услуги, которые, там, увеличивают нашу грудь, попу, губы. Короче говоря, любые средства, которые нам помогут стать такой же, как та мисс вселенная. На самом деле, самой счастливой вы не будете, если приобретете все это, потому что потеряете вы самое главное, себя, свою уникальность. В этом же пункте я бы посоветовала вам посмотреть фильм «Красотка на всю голову». Совершенно новый фильм 2018 года, я его смотрела в кинотеатре и хотела, на самом деле, снять отдельное видео вообще на эту тему. Этот фильм очень многому учит, как минимум тому, как мы относимся к себе и как люди нас, оказывается, воспринимают. Там была такая сцена в этом фильме, когда подружки этой главной героини говорили о том, что почему ты все время говоришь о том, что ты там красивая, и поэтому с тобой вот эти общаются люди. Или ты красивая, поэтому тебя пускают в эти кафе-заведения и так далее. Мы с тобой общаемся, потому что ты... это ты. Ты веселая, ты добрая, ты классная. Нам вообще без разницы, как ты выглядишь. И это ключевой момент. Самое-самое важное, это то, что у вас здесь. И именно на это люди в итоге будут обращать внимание. Второй совет, чтобы стать более женственной, это быть менее мужественной. То есть мы берем все мужское поведение, мужскую там одежду, мужской взгляд и делаем все наоборот, потому что мы хотим стать более женственными. То есть, например, характер мужчины, природа мужчины. Спорить, соревноваться, побеждать, охотничать. Ну, вы понимаете, да? Вот это все, это мужская энергия. Значит, вам этого всего делать не нужно. Если вы постоянно хотите поспорить в разговоре с мужчиной, в итоге сказать, я права или вот так вот надо делать. Просто задумайтесь, что вам на данный момент важнее. Доказать свою правоту и в итоге стать как бы соперником для мужчины. Потому что, если вы с ним спорите, вы одновременно становитесь не женщиной. Вам открою секрет, потому что мужчина видит сопротивление и мужчина воспринимает как вас объект соревновательный. То есть он вас воспринимает уже не как женское начало, он вас воспринимает как мужчину. Ну, тем самым, конечно же, вы теряете свою женственность. Третий момент, это то, чего мы с вами иногда не замечаем. Точнее, почти всегда, мне кажется, мы не замечаем то, как мы жестикулируем, то, каким голосом мы разговариваем, то, какими резкими иногда бывают наши движения, наша походка. В общем, все вообще в этом пункте и вербальные, и невербальные моменты. Девушка двигается плавно. Это абсолютная противоположность мужскому вот этому поведению, когда он идет, плечи сюда, походка разваленная такая. У девушки, конечно же, движения должны быть более плавными, будто танцующими. Я вам сейчас открою небольшой, наверное, секрет. Может, кто-то со мной согласится и скажет, что за фигню ты несешь. Например, когда мы идем в качалку и тренируемся там на тренажерах, мы вырабатываем мужские движения, мужские вот эти невербальные моменты. То есть, вот это вот качать все, сжиматься вот это все, это мужское. Я не говорю, что нам не нужно следить за собой, за своей фигурой, но тягать железо – это развитие мужских качеств. То же самое я голос уже затронула. Голос, конечно же, должен быть мягким, плавным, с чем у меня была большая проблема. Я иногда бываю очень громко, очень резко и просто по своей природе. То есть, я могу даже не спорить с человеком, но я, в принципе, в обществе вот такая сижу в компании. И меня все слышат, потому что вот такой вот я еще со школы компанейский человек, который собирает вокруг себя внимание, который хочет быть лидером команды. И вот это тоже, конечно же, мужская часть, мужская сторона. Четвертый очень важный пункт, он на самом деле такой большой, что по нему можно сделать отдельное видео – это уход за собой. Но, пожалуйста, обращайте внимание, что уход за собой должен быть за собой. То есть, вот ключевое слово – это для себя. То есть, не нужно ухаживать за собой и делать все для кого-то. Это, конечно же, чистые волосы девочки всегда. Не хвостик, потому что голова грязная, была лень. Они могут быть не завитыми, не кудрявыми, они могут быть просто чистыми. Но и не лохматыми, пожалуйста. Конечно же, чистая кожа, без всяких там штучек в глазах. Когда мы с утра все просыпаемся, они у нас есть чистая кожа. Это не обязательно должен быть макияж какой-то первоклассный. Также это, конечно же, запах от тела. Как минимум, кожа должна быть чистая. Опять же, это обычное мыло. Если хочется, можно добавлять уже ароматы, духи, дезодоранты и так далее. И, конечно же, опрятная, чистая одежда, выглаженная. Я всегда за то, чтобы одежда лучше будет не очень модная, дешевая. Не обязательно пик-тренд, но она будет выглажена, постирана. И пятым пунктом хочу задеть такую тему, такой вопрос, как загадка женщины. Что это вообще такое? Загадка девушки. Женщина это уже как-то больше взрослым звучит. Я до этого как-то уже проговорилась, что мужчина это все, что связано с охотой. То есть, мужчинам нравится добиваться, открывать что-то, охотиться. Им это куда интереснее, нежели просто получить продукт уже готовым без охоты, так сказать. Сейчас объясню. Спросить у любого мужчины, я думаю, что в 99% случаев они ответят одинаково. Что им было бы интереснее? Когда девушка прикрыта, как бы, то есть на ней есть одежда, на ней есть тоже, конечно, голые участки тела, например, там ноги, если это лето. Но, короче говоря, у нее нету какой-то доступности легкой. Вот, допустим, я вот сюда вставлю эту картинку, да, чтобы вы понимали. Вот такая девушка. Либо девушка, у которой грудь наружу, еле закрывается попами не юбкой, высокие каблуки, распущенные волосы, открыт живот. В общем, вот такая картинка. Я вас уверяю, что ответ будет однозначным. Это, конечно же, первый вариант. А нам с вами, девушки, наоборот, кажется, что если мы приоткроем где-то, что-то сделаем более доступным, то мы станем интереснее. Но мы станем интереснее для тех, кому неинтересно добиваться, кому неинтересно открывать для себя. Поэтому, девочки, девушки, красотки, не нужно себя делать доступной, если вы хотите понравиться молодому человеку. Как раз-таки настоящий молодой человек, настоящий мужчина, он на это не поведется. Вот такое вот видео, красотки, у меня получилось. На самом деле, хочу сейчас сказать, что следующее видео будет послезавтра. Но нет, все, марафон красоты подошел к концу. Я очень усердно и долго над ним работала. Безумно надеюсь, что оно было вам полезным. Это будет лучшая награда для меня, что вы действительно скажете. Видео было полезным, потому что я для себя узнала вот это и вот это вот это. Обязательно пишите свою обратную связь, потому что, повторюсь, для меня тема внутренней красоты на канале это очень редкое явление. А тут целый марафон посвящен этому. Следующее видео будет совсем скоро. Оно будет, конечно, уже не из марафона. Оно будет, скорее всего, на тему свадьбы. И вообще, в следующий месяц будет активно пополняться плейлист на тему свадьбы. Очень надеюсь, что и это вам будет интересно, потому что я прям вся уже в предвкушении, как все будет, что будет. Задания в инстаграме на эту тему, именно на это видео не будет. Я решила, что в выходные должен быть отдых. То есть, после понедельника, после среды и после пятницы были задания, а воскресное видео давайте оставим без задания. Но все равно приходите в мой инстаграм, потому что там будет розыгрыш трех красоток, которые получат от меня мега-призы за этот марафон, которые выполняли все условия, которые делились постами, которые были самые-самые активные. Я очень надеюсь, что этим марафоном я как-то изменила вашу жизнь, сделала вас красивее внутри. И просто-напросто, что вам понравилось, что это было не зря проведенное время. Я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще.